После смерти Туман хана, или отца Мэды, Мэды становится правителем государства Лунды, или главным ханом Тэмакут. Он, конечно, получил от отца очень ослабленное государство, которое потеряло больше половины земель, больше половины населения, экономически отставшую, бедную, с небольшим населением. Но он был умный, сильный, мужественный руководитель. Он всю ответственность взял на себе. Сколько он правил государством, он все время был на коне, на лошади. Он практически, можно сказать, не снизал с лошадь. Все время в походах, войнах, сражениях. И, в конце концов, добился такого успеха, что он в конце своей жизни государство Лунды довел до Великих Империй. Но это все начиналось примерно в Третьем веке до нашей войны. Ему предстояла еще очень большая работа по восстановлению государства Лунды. Он постепенно начал собирать вокруг себя разрозненные племена, тюркские племена. Это Усюны, Саки, Кипчаки, Афганцы, Туранцы и многие другие. И некоторых пришлось уговаривать, агитировать, пугать, забоевывать. Разными методами он собрал основную часть того государства, которое было утеряно его отцом Туман. Но ему нужно было еще время для укрепления государства. Ему нужна была армия. И он начал собирать армию. Установил жесточайшую дисциплину. И он не просто собирал воинов, а была обязанность, призыв к армии, в армию. Получается, что он создал регулярную армию. Каждый молодой человек должен был служить в армии, с оружием в руках. Они были постоянно в учениях, в военных учениях. Они должны были учиться военному искусству, ведению сражений, уметь защищать, нападать, отступать, разные тактики. Но с первого дня он установил такую дисциплину, что каждый воин нес ответственность за своего соседа, за результаты. Если они отступали, могли нести ответственность весь, вся сотня или десятка людей. Они одинаково несли ответственность, они могли их приговорить к смертной казни. За поражение, за отступление, за ослушание, за неприход вовремя на помощь своему товарищу по сражению, как по отряду, который шло. Если кто-то был ранен, он должен был обязательно помочь ему вывести из поля сражения. И получается так, один как бы внес ответственность за всех, все за одного. За поражение, за предательство одного человека нести ответственность его товарищей полностью, десятки, сотни людей. В результате этого он собрал огромное войско, говорят, 300 тысяч человек, это, конечно, огромная армия. Вначале, когда он начал готовить армию, восстанавливать государство, соседи смотрели на него некоторые козу, некоторые с завистью, а некоторые просто не наценивали его как человека, как правитель государства, потому что он был слишком молод. Один раз соседи государства Туран прислали своих послов и они передали ему послание своего хана, где было написано, что Мойде еще молод, и ему еще рано едет на Тулбаре, его отца, который он оставил в Тулбаре, это отец, от отца остался, что пусть он передать его ему. Ну, его Мойде, помощники, его окружение, посчитал это за, и это послание за оскорбление. Как же так? Он уже требует, значит, пара твоего. Надо начинать с ним воевать. Он говорит, нет, надо отдать. Опять, жизнь Тулбара не дороже жизни человека. И он отдал. Через год опять пришли послы, опять передают русские послания соседнего хана, хана соседнего государства, чтобы Мойде передал свою молодую жену, красавицу, чтобы она пусть греет его в постели, что он еще найдет себе другую красавицу. Ну, когда все сидящие реально возмутились, говорят, как-то забирает твоего коня, забирает жену, что за оскорбление, лучше нам не терпеть такое оскорбление, чем терпеть такое оскорбление, лучше воевать. Мойде говорит, нет, надо отдать. Потому что жена, это его, он сам разбережается. Но там был расчет. Он отдал ее, как вроде разведчицы, информатора. Она должна была всю информацию передавать о состоянии этого государства. боевые мощи, боевые мощи, а его экономическое положение. И он, собственно, проводил ее всего, значит, послами сопровождением. Как будто он выдавал ее в замуж. Еще через год приезжают опять послы, передают пламенный привет от него. Говорит, вот я хочу весной значит, отметить свадьбу своей красавицей на Саржейлау. Это Саржейлау, это куда хан или Тангер, под БД, должен был выехать начальник на летнее паспище. Это самое такое было место, где высокая трава растет, где чистая вода течет. все его окружение говорит, ну, что, это одно лето, много не съедя траву, ну, и отдайте. Он говорит, нет. Когда дал тулпару, лошадь, и жену, это была как бы его собственность, он мог сам разбережиться. А вот земля это его, земля это народ. Понимаете? Я говорю, не могу распоряжаться. Но, к сожалению, у нас сейчас некоторые хотят распоряжаться землей, которой принадлежит только народу. Это народ может только распоряжаться, но никак не руководит никакого-то там бизнеса. Это, представляете, 2000 с лишним лет вот так рассуждал правитель государства Унна. Он превыше поставил интересы народа, чем собственные. И он им отказал. Но это было уже начало военных действий. Но Больдей за это время сумел подготовить армию, 300 тысяч в нее. Подготовил так железной дисциплины с умением воевать, умением тактики боевых действий. И они решают напасть на соседей ночью при Луне, чтобы было меньше потерь. и действительно они перебили всю охрану хана, который не был готов. Его взяли в плен и практически МОТЭ потерял совсем немного людей. А напротив хан другого государства практически потерял армию. Он остался без защиты. Сам попал в плен. И он укрикает еще МОТЭ. Говорит, ты что, молодой, испугался со мной встретиться поединке днем? Что ты ночью напал? Он говорит, нет никакой разницы, как достигается победа. Самый главный результат. я добился того, что я хотел, я победил, а ты проиграл. А теперь ты потеряешь не только государство, землю, людей, но и воду. И так он практически завоевал все земли вокруг государства гунов, начиная от Кореи до Крыма, на севере от Байкала на юге до Великой Китайской Стены, на западе от Балкаша до Арайского моря, вся эта территория была огромной территорией империи гунов. Благодаря усилиям, героизму, таланту его лично модели он смог образовать империю кунг. Это было примерно 200 лет до нашей эры. Он остался в истории как знаменитый полководец как известный знаменитый Тагар Кот и остался в истории человечества. Его отец тоже остался в истории, но как отрицательный герой, который не сумел образовать государство все растерял в результате уговоров его младшей жены и слишком доверчивости, подательности и может быть даже неумению править государство. Но я остался как положительный герой в истории гунг, в истории казахского народа, как наши предки, как наши предки, предки казахов, как предки тюркских народов. Продолжение следует...